Жители Ненецкого округа, решившие принять участие в голосовании на праймере с Единой Россией, но столкнувшиеся с трудностями процедуры, могут опродиться за помощью в региональную общественную приемную. Здесь объяснят и помогут. Заурбек Абдул Халикович честно признается, с мобильным телефоном не дружит. Самостоятельно пройти регистрацию и проголосовать не получилось. Поэтому сегодня он обратился за помощью в общественную приемную. Я пришел, чтобы предварительно проголосовать, так как предстоят в сентябре голосования, выборы в Государственную Думу. Хочу отдать голос, потому что я летом и вообще могу быть в то время не в округе. По вопросам предварительного голосования жители округа могут обратиться в региональную общественную приемную напрямую или по телефону. Звонки поступают по вопросам, например, не могут люди найти свой адрес в графе. Также звонки поступают в основном от жителей старшего поколения. В Ненецком автономном округе в предварительном голосовании на 9 утра пятницы 28 мая приняли участие 2083 человека. Кроме того, на этот час на сайте предварительного голосования зарегистрировались уже 2949 человек или более 8,7% от общего числа избирателей в регионе. Если кто-то не понимает, как произвести голосование или возникли трудности с кнопками, некоторые не могут заметить кнопку бюллетени, вот нажимаем «Хочу проголосовать», жмем «Войти через госуслуги», телефон, почта, снился ли, логин, то можно позвонить по телефону в прием Дмитрия Анатольевича Медведева, который у нас в Арктике находится, телефон 2-16-90. И второй телефон – это телефон регионального исполнительного комитета партии «День России» в Ненецком автономном округе. Зарегистрироваться на сайте pg.er.ru для участия в электронном голосовании можно до 23.59 в пятницу 28 мая. Для того, чтобы проголосовать онлайн, надо иметь учетную запись на портале госуслуги. Это сделано для того, чтобы обеспечить каждому человеку, жителю нашей страны, даже не являющемуся членом партии «День России», понимание, кто пойдет и как. Мы единственная партия, которая проводит такие праймерис, предварительное голосование по отбору кандидатов в стране. В нем участникам, кандидатам может стать любой человек. Главное, чтобы он был не членом другой партии. То есть это беспартийный, человек, который занимается общественной деятельностью, сторонник партии «День России» или член партии «День России». И второе – каждый может проголосовать за того или иного кандидата на праймерис. Даже члены других партий. Напомним, на предварительное партийное голосование выдвинуты кандидатуры для последующего выдвижения от партии на предстоящих выборах в депутаты Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва. Они пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.